Начало московской городской истории мы все связываем с именем князя Юрия Долгорукова, который прибывает в 1147 году, как сообщает нам летопись, как раз 4 апреля, прибывает на территорию маленького населённого пункта под именем Москов. И летописное сообщение звучало так. «Приди ко мне, братья вы москов!» Такими словами посылает князь Юрий Гонцак к своему союзнику военному и родственнику князю Святославу Новгородсеверскому. И встречаются здесь, на нашей территории, два этих князя. И благодаря этому событию мы уже узнаём, что Москва со своим старым именем Москов, со старой формой своего имени, она уже существует. И как выглядела тогда эта маленькая Москва, эта крошечная крепость на верхушке Боровицкого холма, мы можем представить, глядя на работу Аполлинария Михайловича Васнецова, который очень много и долго и плодотворно сотрудничал с нашим музеем и создал для него много графических и живописных работ, которые отражают и внешний вид Москвы, древний и средневековый, и образы тех людей, которые в Москве жили. Мы видим на картине Москву-реку, которая является основной транспортной и торговой артерией. Ну и, конечно же, мы понимаем, что крепость эта в 1147 году не была уж очень маленькой, потому что две дружины, это как минимум 100 воинов, встречались здесь. Здесь должно было быть какое-то место, где бы они разместились и могли пробыть несколько дней. Ну и мы знаем, что в честь этой встречи, а может быть и в качестве тризны, то есть поминального пира по недавно умершему своему сыну Ивану Юрию Долгорукий, устраивает здесь пир силён. То есть какое-то такое вот торжественное мероприятие. На следующей работе Аполлинария Михайловича мы видим постройку первых кремлёвских стен, сделанную по приказу Юрия Долгорукого в 1156 году. Художник запечатлел как раз вот этот процесс возведения деревянной крепости. Ну, поскольку верхушка нашего Боровицкого холма была покрыта бором, сосной, то и строили первую крепость из подручного материала, то есть из сосны. А вот укрепления валов были дубовые. Уникальным экспонатом является бревно, часть конструкции укрепления вала, на котором стояли наши самые первые кремлёвские стены. Это дубовое бревно, и было оно найдено в результате одних из самых ранних археологических исследований на территории Московского Кремля. Сохранилось всего два небольших фрагмента этих деревянных укреплений, которые удерживали от осыпания земляной холм, на котором защитники Москвы возводили стены своей крепости. Разумеется, деревянные стены горели много и много раз и возводились вновь и вновь. И в начале XIV века у нас по приказу московского князя Ивана Даниловича Калиты возводится Кремль уже не из сосновой, а из дубовой древесины. В начале XIV века в правлении Ивана Калиты в нашем Кремле появляются и первые белокаменные строения, ещё одноглавые храмы. Первые каменные стены нашего московского Кремля появляются в конце XIV века в правление московского князя Дмитрия Ивановича, которого мы все хорошо знаем под его военным прозванием Донской. Но до знаменитой Куликовской битвы, до 1380 года, должно пройти ещё более 13 лет, в 1367 году начали постройку каменных стен из известняка, добывали который недалеко от Москвы в существующих до наших дней мельчаковских карьерах. Следующие стены, которые сменят Кремль белокаменный, появятся через сто с лишним лет, и будет это в конце XV века в правлении великого князя московского Ивана III. Привычные нам стены из красного кирпича начинают строить в 1485 году. Знакомые всем нам стены Кремля из красного кирпича появляются в конце XV века в правлении великого князя московского Ивана III. Строились эти стены с использованием лучших архитектурных традиций и построения крепостей того времени. Дело в том, что Иван Васильевич вторым браком был женат на византийской принцессе Софье Палеолог. И когда государыня переезжала в Россию, вместе с ней в её свите приехало много замечательных мастеров. Среди них были и генуэзцы, которые считались тогда лучшими фортификаторами в Европе. Давайте посмотрим на макет нашего Кремля, который был создан в 1947 году к 800-летию празднования нашей столицы. Кремль находится как бы на острове. С двух сторон его защищают естественные водные преграды. Это Москва-река и река Неглинная. Неглинную мы сейчас с вами не увидим. Она вся спрятана в трубу, но тогда она существовала. На мысу при впадении Неглинной в Москва-реку и основан был наш Кремль. С третьей стороны, с той стороны, где сейчас располагается наша Красная площадь, был прорыт специальный ров. Он как бы закрывал, завершал вот это водное кольцо, охранявшее наш Кремль. Ров носил название своего создателя, итальянского архитектора Оливиза. Оливизов ров он назывался. И для того, чтобы вода поступала в этот ров правильно, на Неглинке были сделаны специальные мосты, запруды, плотины, которые регулировали уровень воды в этом достаточно сложном инженерном сооружении. Обратите внимание, что двойные стены Кремль имел с той стороны, откуда чаще всего со стороны Замоскворечья могли набегать различные татарские отряды. И всего несколько башен было проездными с специальными воротами, специальными башнями, стрельницами дополнительными. Раз, два, три, четыре, пять. Мы видим ровно шесть башен с проездными воротами, через которые можно было зайти, попасть на территорию Кремля. Конечно же, оборонять именно эти башни было важнее всего, но и легче. Всё-таки не весь периметр крепости приходилось сразу оборонять. Обратите внимание, что вот это наша родная, любимая Спасская башня. При ней было две башни-стрельницы, на которых стояли пушки. Пушки, расположенные у Спасской и у Никольской башен, простреливали всё пространство Красной площади. То есть самое опасное место, откуда легче всего можно было зайти в Кремль, было очень хорошо защищено. На территории Кремля располагались и Великокняжеские палаты, это большое белого цвета сооружение, и наши основные кремлёвские соборы. Самое главное, что только центр нашего Кремля, только соборная площадь сохранила до наших дней свой архитектурный ансамбль. Успенский собор, собор Архангела Михаила, Благовещенский собор, Домовая церковь наших государей, Ну и, конечно же, звонница. Мы видим макет, который показывает наш Кремль на начало XVII века. Почему можно уверенно об этом говорить? Дело в том, что колокольня Ивана Велики, которая на протяжении очень долгого времени была самой высокой точкой Москвы, была построена, достроена до своей современной высоты только в начале XVII века при Борисе Годунове. Всю остальную кремлёвскую застройку тогдашнюю мы с вами, конечно же, сейчас уже не увидим, потому что большая часть боярских усадеб, которые располагались на территории Кремля, были перестроены ещё в XVIII-XIX веке. А вот два монастыря, древнейшие монастыри Москвы, мужской и женский, Чудов и Вознесенский погибли, были снесены уже после Октябрьской революции. Разумеется, Кремль – это самая первая, самая ранняя, но не единственная московская крепость. Всего их было четыре, четыре крепостных стены. На одном из дошедших до нас средневековых планов Москвы, в знаменитом Петровом чертеже, мы видим наш город в начале XVII века. И не только кремлёвские стены защищают самое сердце столицы, но и стены Китая города, крепость Белого города и знаменитый земляной город, носивший также название Скородом. Обратите внимание, что это не карта, а план, и ориентация по сторонам света не такая, как на наших современных картах. Север находится не сверху, а справа. Когда же появляются наши другие московские крепости? В XVI веке в правлении матери Ивана Грозного Елены Глинской строятся стены Китай-города. Китай-город – город на Китах, на дерево-земельных укреплениях. Название его никаким образом с Китаем и китайцами не связано. А вот другие две крепости, которые были построены там, где сейчас проходят наши центральные магистрали, Бульварное кольцо и Садовое кольцо, это, соответственно, Белый город и Земляной город, появляются у нас уже в самом конце XVI века. Название Белый город связывают либо с цветом стен, либо с тем, что население, которое жило на этой территории, было освобождено от определенных налогов, было белым, соответственно, Белый город, а земляной город или деревянный, или Скородом получил свое название, потому что стены эти деревянные на земляных валах воздвигли всего за два года. Очень-очень быстро, поэтому и Скородом. Если центр города Кремль – это, конечно же, административное сердце столицы, Китай-город – это торговый центр города, то на территории Белого города и земляного города располагаются уже ремесленные и стрелецкие слободы. Дело в том, что основа жизни любого средневекового города – это, конечно же, ремесло и торговля. И об этом мы сейчас с вами и поговорим. Стены Китая-города у нас появляются в начале XVI века, построены они были по приказу матери Ивана Грозного Елены Глинской, а вот уже стены Белого города и земляной город появляются в самом конце XVI века в правление Фёдора Ивановича, последнего представителя династии Рюриковича на московском престоле. Мы здесь видим снова и Москва-реку, и реку Неглинку, и, конечно же, названия этих наших крепостей для современного человека не всегда понятны. Китай-город с Китаем и китайцами никак не связан. Это дерево-земляные укрепления, киты, которые ставились в основание крепостных валов, дали такое название нашей крепости. Белый город назывался так, потому что здесь жило белое, то есть неподатное население на этих территориях, а земляной, деревянный лескородом. Эта крепость получила свое название по тем строительным материалам, из которых она была возведена очень быстро, в течение всего двух лет, поэтому, собственно говоря, название Скородома появилось. Традиционно московские ремесленники селились друг с другом. Кузнецы жили рядом с кузнецами, хамовники, ткачи, рядом с хамовниками, а гончары, конечно же, с гончарами. И назывался этот район города Гончарной Слободой. Располагалась она за Яузой. Дело в том, что все огнеопасные производства, гончарная, кузнечная, традиционно располагались по берегам Москвы-реки и других московских рек. Ну и из-за того, что необходимо было иметь воду, и из соображений пожарной безопасности, конечно же. Перед нами макет, на котором воссоздана усадьба московского гончара. Усадьбой тогда называли отдельный двор из таких дворов, и состояла вся средневековая городская застройка. Очень похоже на деревню, не правда ли? Мы видим здесь и дом, в котором жил сам гончар со своей семьей, и различные подсобные постройки, сарай для домашних животных, и, конечно же, саму гончарную мастерскую, горн, который находится на дворе под навесом, и небольшие ямы, в которых лежит гончарный брак. То есть те сосуды, которые прошли обжиг, но в результате этого каким-то образом повредились или разбились, и были выброшены мастером. Большое количество предметов из нашей керамической коллекции рассказывают о том, какой же была посуда, которой пользовались наши москвичи в эпоху Средневековья. Здесь были, конечно, и традиционные горшки для варки в печи, и кастрюли, и фляги, с которыми можно было, к примеру, путешествовать, ну, разумеется, кувшины, и забавный предмет, который мы называем рукомой, и про который москвичи сложили поговорку «Встану рано, пойду к барану», к глиняному носу, к звонкой голове. Зачем надо было с утра идти к барану? Ну, конечно же, для того, чтобы умыться с помощью рукомоя на свои гигиенические утренние процедуры наши горожане осуществляли. Обратите внимание, перед вами несколько сосудов очень необычной формы, с круглым, шарообразным туловом и очень узким горлом. Это кубышка. Помните выражение «храни деньги в кубышке»? Действительно, самые небольшие из подобных сосудов могли использовать для того, чтобы спрятать там денежный клад. Но не только прекрасную посуду, разнообразную еду, одежду, обувь, различные предметы быта можно было купить на нашем знаменитом московском торгу. Недаром же поговорка звучала так, что в Москве на торгу, то у тебя в дому. И на великолепном полотне работы Аполлинария Михайловича Воснецова мы видим наш московский торг, нашу Красную площадь в конце XVII века. Обратите внимание, в левой части картины мы видим палатки торговых рядов. Рядов было более 120. И действительно всё многообразие торгового ассортимента средневекового города здесь на Кремлёвском торгу было. Название Красная площадь достаточно позднее, а изначально называли москвичи это место торгом или пожаром. Что спешишь, как на пожар? Не на пожар к соседу заливать его дом, а именно на это торговое место. Средоточие городской жизни торг. Мы видим и архитектурный ансамбль Красной площади, сохранившийся до наших дней. Спасская башня уже получила своё прекрасное шатровое навершие, надстроено до своей современной высоты. Собор Василия Блаженного, появившийся на Красной площади в середине XVI века. Уже поражает своим прекрасным разноцветием куполов. И стены. Стены Кремля белого цвета. Это было из-за того, что стены традиционно белились. Красно-кирпичные стены покрывались специально для защиты известковой краской. Энциклопедией русской московской жизни можно назвать это полотно Аполлинария Михайловича Васнецова. Здесь мы видим не только торговые ряды, но и приказную жизнь Москвы. Приказы – это аналоги современных министерств. На переднем плане мы видим чиновника дико. Он читает решение какого-то, зачитывает решение какого-то дела. И из кремлёвских ворот выезжает богато украшенный возок. Возможно, это какой-то боярин или другое высокопоставленное лицо выезжает в свою московскую резиденцию от государя, может быть, даже с заседания Боярской думы. А в центре картины две очень интересные группы людей. Васнецов рассказывает нам и о том, как заботились о безопасности москвичей в средние века. Мы видим людей, которые взяты под стражу. И с обнажённой саблей идёт ерышка – это низший полицейский чин средневекового города. И конвоирует вот этих вот захваченных, возможно, преступников. А чуть дальше группа из четырёх мужчин в европейском платье. Если бы четыре мушкетёра, а то Спартос, Арамис и Д'Артаньян могли попасть в средневековую Москву, вероятно, они смотрели бы на окружающее их варварское великолепие с таким же удивлением, как это делают герои картины Аполлинария Михайловича Васнецова. Ну и самые разные горожане, простые люди, воины, женщина с ребёнком в левом нижнем углу. Всё это многоцветие московской городской толпы воплощено великолепной кистью Аполлинария Михайловича Васнецова на этой работе, созданной им в 1925 году. Васнецов очень много сделал для нашего музея и певцом Москвы мы действительно всегда его называем. За короткое время нашей экскурсии невозможно рассказать всю историю средневековой Москвы, осветить все стороны её жизни и показать все прекрасные экспонаты выставки «История Москвы» для детей и взрослых. История Москвы ВОЗДУШЕВЛЯЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...